Государственный обвинитель более 20 минут зачитывал список похищенных ценностей. Из них только ювелирные украшения превышали 15 миллионов рублей. В глаза собравшихся читалась грусть. Часы Джордан стоимостью 3 миллиона 500 тысяч рублей. Часы Ташир стоимостью 3 миллиона 500 тысяч рублей. Часы Баригут стоимостью 1 миллион 750 тысяч рублей. Подсудимая Наталья Суханова в Ярославль приехала из Урюпинска. В свои 30 лет она не имеет образования, но это не помешало ей заработать более 54 миллионов рублей за два дня. Им настолько, по версии следствия, понадобилось цыганке, чтобы ввести в заблуждение дочь известного ярославского предпринимателя, бывшего депутата Ярославской областной думы. В феврале текущего года она подошла к 18-летней девушке в одном из торговых центров. Он показал, что на ее родственников, в том числе и на нее, наложена порча, которую возможно снять обрядом гадания. Сегодня пострадавшей на процессе нет. Девушка не захотела заново переживать стресс от встречи, но в личной беседе с нами она поделилась, что до сих пор не понимает, как могла купиться на фокусы. Помнит, что подсудимая рассказала ей про всю ее семью, а через два дня девушка вынесла ей содержимое сейфа. Интересный факт, эта же женщина подходила к сестре пострадавшей, но уже в Москве и также предложила свои услуги, но получила решительный отказ. Подсудимая сегодня тоже сделала неожиданное заявление. Деньги потерпевшим вернули. Подсудимой грозило до 10 лет лишения свободы, но так как у нее на иждивении 7 детей, она полностью признала вину и ранее не была судима, то гадание на 50 миллионов рублей закончилось для нее условным сроком в 3 года и штрафом в 30 тысяч рублей. Евгений Журавлев, Георгий Иванов. День в событиях. Евгений Журавлев, Георгий Иванов, Георгий Иванов.